Хотели как лучше, получилось как всегда. В ситуации с капремонтом эта присказка подходит как нельзя лучше. Еще на старте программы нам обещали по полтысячи отремонтированных домов ежегодно. К концу текущего года в республике отремонтируют только 40. Все из-за двухэтапной реализации программы. Реализация краткосрочного плана осуществляется в два этапа. Первый этап – это разработка проектной документации. Второй этап – это непосредственно проведение капитального ремонта. После разработки проекта еще три месяца дается жильцам дома на то, чтобы определить дополнительный фронт работ, либо оставить все как есть. Поэтому то, что вы получили документы в этом году, не гарантирует проведение ремонта, что называется, не отходя от кассы. 183 домов, которые в полном объеме этим годом, проектные работы завершены будут. Они по большей части уже сделаны, 155 домов у нас, 157 уже домов, которые проектные работы завершены. По 40 из них и работы будут выполнены. Но оставшиеся, получается, 140 домов, они будут заканчиваться работой в следующем году. И оно как бы плавно переходящее. К тому же тормозится процесс определения подрядчика. Выбирать фирму, которая будет делать ремонт в доме, приходится из определенного списка. Выбираться подрядчик на конкурсных процедур должен из определенного перечня. Этот перечень формируется, там достаточно очень жесткие требования, что эти компании должны иметь опыт работы, они должны иметь там свой постоянный персонал, а не так, что я вроде бы есть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, потом под контракт людей набирают. То есть постоянный персонал. Что такое постоянный персонал? Соответственно, наличие техники. Тем не менее, компания стартовала, и первые дома уже получили долгожданный ремонт. Зачастую проблемой на пути фонда становится и низкая собираемость платежей. Из-за многочисленных скандалов вокруг этих сборов, некоторые жители многоквартирных домов попросту не оплачивают услугу. Но стоит заметить, что в таких обстоятельствах и ремонта придется ждать очень долго. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.